По мнению специалистов, самой крупной породой овец является гессарская. Она относится к мясосальному направлению. Вес особей до 190 кг, третью часть составляет вес курдюка. Порода имеет крепкий иммунитет, не болеет, легко адаптируется к высокогорью, совершает 500-километровые марш-броски. Вывели породу таджикские и узбекские селекционеры на склонах гессарского хребта с субтропическими травами. Здесь и развивались неприходливые овцы. Благодаря способности переносить жару и холод, порода стала первым номером в Средней Азии. Гессарские овцы имеют крупный торс и небольшую голову, тонкие ноги, грубые кудряшки. Шерсть у овец бывает черной, темно-рыжей, бурой с рыжим оттенком и белой. Цвет зависит от региона обитания. Рост овец в холке 80-85 см. Курдюк у барана служит для сбора воды и жира, которые могут расходоваться при наступлении неблагоприятных условий. Жир накапливается также под кожей и на органах. Вес овцы 80-90 кг, барана 140-150 кг. Сальный может набирать до 190 кг. Ягненок набирает в сутки до 600 г. Молодняк забивают в 3-4 месяца ради лучшего мяса. Его ценят за вкус и питательность. Убойный выход составляет 60%. Овцы непривередливы в еде, жуют растительность на выгоне и в загоне. Главное не забывать о чистой воде. Зимой овцы едят сено, злаки и корни плоды. Порода не любит влажные пастбища. Летом выпас идет на склонах рядом с домом. Зимой овец перегоняют в горы, поскольку морозов они не боятся. В непогоду овец необходимо размещать в помещениях или под навесом. Пасутся бараны и овцы в одной отаре. Осеменение происходит естественным образом. Овечки в период беременности содержатся на лучших пастбищах. Кочевые животные много времени находятся на выпасе и условия содержания должны приближаться к естественным. Специалисты уверены в самодостаточности гессарской породы, которая формировалась веками с целью получения мяса и сала. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok